Продолжается программа разворот со слушателями 211-101 номер телефона прямого эфира. Здесь студия Анна Лапшина и Светлана Занько. Всем здравствуйте. Мы будем сегодня говорить с нашим гостем Константином Сечихиным, членом попечительского совета фонда капитального ремонта Кировской области, членом регионального штаба Общероссийского народного фронта и, надо сказать, что еще и председателем общественного совета при РСТ. Добрый день, Константин. А еще у Константина есть одна должность, которую мы увяжем, наверное, с нашим первым часом. Это член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Росавтодор. По-моему, так. Потому что мы про дороги сейчас. Да, да. В общем, да. И про дороги мы хотим начать. Про капремонт обязательно поговорим после первого перерыва. Это, собственно говоря, основная тема нашего сегодняшнего второго часа. А начать мы хотим именно с дорог, потому что вы только что разговаривали с Алексеем Ишутиновым и Екатериной Безгачевой, представителем дирекции дорожного хозяйства, представителями, которые нам рассказали о том, как будут убираться улицы в этом году. С 12 часов действуют новые контракты, новые правила уборки улиц. Там есть существенные изменения. И также нам рассказали о ямочном, зимнем ямочном ремонте. Более 70 пунктов в списке по ремонту. Дорог к зимнему, как будет заливаться. Вот этот специальный состав нам рассказали. Это то, что предупредить, что работа будет вестись. До минус 10 градусов. До минус 10 градусов. И поэтому мы, конечно, хотели спросить у Константина, который возглавлял рабочую группу по контролю за строительством и ремонтом дорог и содержанием на протяжении долгого времени. Мы до сих пор не понимаем, кто будет работать в группе вот этой рабочей и будет ли она действительно работать. Потому что вот Александр Александрович Галевский, когда к нам приходил секретарь общественной палаты Кировской области, он говорил, что группа будет, в каком формате она будет работать, в каком составе она будет работать, пока не определено. Есть ли сейчас определенность? Ну, определенность на сегодняшний день, я могу 100% уверенно сказать, есть. Так как заявления на вход в рабочую группу поданы, все заявления уже сегодня советую их будет рассматривать, так как сроки прошли. Совет палаты. Совет палаты, общественная палата. И я предполагаю, что в ближайшее время рабочая группа будет уже утверждена советом общественной палаты и начнет свою работу. Вот такие дела. Сегодня в 4 часа будет совет общественной палаты, который будет рассматривать заявления тех, кто желает поучаствовать в работе этой группы. Вы подавали заявление? Да, я подавал заявление, Виталик Брам подал заявление, Багир Шарипов, как бы костяк-то, рабочая группа никуда на сегодняшний день не делся. И мы будем работать, и мы решили, что мы будем работать, так как за 2 месяца, можно сказать, не работы, да, мы видим, что маленько расслабились. Это с нашей точки зрения, да, что есть расслабились и администрация города, и подрядная организация, да. И вот мне, конечно, интересно, сейчас сказали такую новость, что они там, я не понял, с 12-го числа... Сегодня с 12-ти ночи начинает действовать новый контракт на содержание дорог. Конечно, я уже думал, что он давно начал действовать, потому что там с момента подписания контракта, контракт начинает действовать, а его подписали уже точно как минимум неделю назад, да. Ну, либо тянули так долго, что... Нет, там вроде даты были какие-то обозначены. Да, нет, там дата с момента окончания приема заявок, с момента одобрения заявки, с момента подписания договора. Это основная дата, с этой даты в рамках контракта было прописано, должен быть единый подрядчик начать работать. Ну, если это сегодня произойдет, значит, завтра... Произошло уже, в 12-й ночи. Подожди, я так поняла, что сегодняшней ночью, ну ладно, это не важно. Не важно, сегодня, завтра, но главное, что, надеюсь, мы скоро с вами увидим чистые улицы с чистыми дворами, ну, не дворами, а, по крайней мере, остановочными пунктами. Что значит расслабились подрядчики и власти? Ну, мы, по крайней мере, ну, как бы, что значит расслабились? Мы видим в том состоянии, в котором находится город, да, он чище не становится, во-первых, да, во-вторых, очень много претензий к качеству выполнения работ подрядных организаций, да, и так такового общественных резонансов, общественного контроля, его нет на сегодняшний день, так как нет рабочей группы. Да, есть спасибо многим там социальным пабликам, которые выкладывают эти фотографии, да, но нужна и комплексная, постоянно такая продуктивная работа в рамках сбора подрядных организаций, что мы постоянно проводили на площадке общественной палаты, да, и постоянно, ну, можно так грубо сказать, постоянно тыкать, можно так это сказать, показывать те проблемные точки, на которые на некоторые моменты закрывают глаза. Вот, например, один из последних, вот, хорошо, что сегодня они про это рассказывали, да, но вот, как я слышал, что многие в администрации в последнее время даже комментировать не хочут свои больные моменты, просто отказываются от комментариев, да, и... Но у нас комментировали, на все наши вопросы ответили. Ну, хорошо, что вас слышат. Алексей Ишутинов сказал, что у них есть чат именно по содержанию уборки дорог, демонстрировал даже нам его сегодня, чат, в который входят все структуры, которые учат, и подразделения, подрядчики, администрация, которые участвуют в этом процессе, куда они как раз сбрасывают сведения о различных участках дорог, и проблемных, и очищенных, и прочее. Но она только, эта группа для... Внутренней работы. Внутренней работы. Да, чат есть, я его тоже видел, и он уже создан не так... Ну, не вчера, а уже давным-давно. Второй год работают. Да, второй год, но лучше-то не становится. Без разницы, хоть 10 чатов создадим, хоть 20 там они чатов создадут. Мы сейчас посмотрим то, как будет происходить, потому что на сегодняшний день, вот сегодня там с 12 часов, или завтра, получается, у нас в городе будет одна подрядная организация. Нет, у нас будет одна организация, к которой можно предъявлять претензии. Конечно, но это... Они же сами сказали, нам это проще работать. Когда мы выходили в фаз с жалобой, да, и когда там долго-долго, там, не один день это все обсуждалось, да, основная защита администрации была в своей позиции, это им сложно на сегодняшний день управлять, ну, контролем за, там, семью-восьми подрядными организациями. Они слезно обещали, что вот будет, если контракт устоит, фаз его не отклонен, да, то они будут так чистить дороги, ну, тот подрядчик, который будет идти, они за ним так будут жестко контролировать, да. Посмотрим. Вот еще один момент. Я просто врачат не просто так задавала вопрос. Есть ли возможность, что рабочая группа по контролю за уборкой, за уборкой, содержанием, ремонтом, содержанием дорог тоже в этот чат может войти? Вы в прошлом году там участвовали? Нет, мы в данном чате не участвовали, и участвовать не собираемся на сегодняшний момент, да, потому что это внутренний их рабочий чат. Я думаю, что нас туда никто, во-первых, и не пустит, хотя мы про это говорили. Это был даже год назад примерно, да. Тогда каков механизм сообщения, итогов ваших проверок? Нет, на сегодняшний день концепция работы в ближайшее время будет представлена, да, на ближайшем заседании рабочей группы. Может быть, какие-то моменты может быть? Нет, сейчас пока я открыто не буду ничего говорить. Мы на ближайшем заседании рабочей группы, которая состоится уже в декабре месяце, мы представим новую концепцию работы рабочей группы, как она будет выстроена, каким образом. И понятно, что многочисленность рабочей группы в рамках там 15-20 человек, это точно не будет. На сегодняшний день это порядка 6 человек будут, от членов рабочей группы раздувать штатные единицы. Мы не собираемся, потому что, видимо, эффект от количества численности рабочей группы качество работы не придает. 6 человек, вы говорите. Кто еще, кроме вас, Брама и Багира Шарикова? Практически все ребята, которые основные, как говорится, активно работали в течение года-полтора. Это кто? Мы их не знаем. Тимур у вас здесь был, Нургузов, который... Я знаю, что он подал точное заявление. Член общественной палаты Зарбек Гаджиевич, это по Слободскому, он там активно работал и постоянно работает, так как там проживает. И также там тоже один товарищ из Слободского, который вместе с ним, он не был практически членом рабочей группы, но он принимал активное участие по Слободскому. У нас больше акцент идет, город Киров, это одно, но в этом, ну, одно из таких нюансов концепции, это районы будут со следующего года. Мы больше будем делать усилия и на районы. Чаще выезжать будете? Чаще выезжать, чаще пытаться привлекать нам активистов, привлекать граждан, которым не безразлично, чтобы их дороги в районном центре либо где-то были чистые, потому что это можно на это влиять. На это выделяется такое же финансирование, на это выделяются такие же бюджеты, за которыми также надо контролировать. И это показало неоднократные наши поездки в различные, там, Даровской район, ездили еще в Богородский район. Это все показывает, что на это все можно влиять. Просто там нет общественного контроля. Вот я хотела спросить, как раз возвращаясь к чату, в который вы не хотите внедряться, а вы сами какую-то группу продолжите поддерживать, куда люди могут скидывать сигналы? Как это будет? У нас на сегодняшний день никто не... Как с вами связываться? Нет, у нас на сегодняшний день остались социальные сети, они есть, они работают. Почему у каждого? У рабочей группы. У нас есть «Делай дороги». Это у нас то движение, которое уже существует не один год. У нее есть социальные сети и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Также у нас есть свой чат внутренний. Со всеми сигналами граждан о проблемных участках. Конечно. У нас есть общественная палата, есть аппарат общественной палаты, когда любой гражданин может туда прислать сообщения. У нас мы полностью... Но через аппарат общественной палаты это очень долго, мне кажется. Все открыты. Оперативно куда? В «Делай дороги» сообщения? Оперативно в социальные сети. В социальные сети оперативно можно послать любую информацию. Мы отреагируем, пошлем либо письмо, либо жалобу, либо куда угодно. Либо сам я выйду в ДДХ, либо на место, либо члены рабочей группы. Мы всегда реагировали на все сообщения, которые только приходят. И постоянно старались основные проблемные точки обсуждать на площадке рабочей группы. Да, «Делай дороги», ВКонтакте, группа «Пожалуйста». Но, кстати говоря, общественная палата достаточно оперативно доставляет. Нет, информация... Все понятно, но все равно это дольше. Да, прервемся на полминуты и продолжим наш разговор с Константином Сечехиным. После перерыва перейдем к капитальному ремонту. Итак, мы переходим к следующей теме разговора с нашим гостем Константином Сечехиным, членом попечительского совета фонда капитального ремонта Кировской области, членом регионального штаба Общероссийского народного фронта. Так представим, потому что тема у нас капитальный ремонт в Кировской области идет с большими пробуксовками. Почему? Что думают по этому поводу общественники? И, конечно, мы оттолкнемся от проверок снова, от выездов, которые были осуществлены. И недавно было еще совещание, я так понимаю, при фонде капитального ремонта, которое, собственно, отразило все проблемные ситуации и запросы общественников. Но вот те примеры, которые приводят СМИ... По итогам совещаний. По итогам совещаний. Они, конечно, выпиющие. Ну, просто какой-то ужас. Я хочу процитировать из этого итогового описания один только пример. Разбирались общественники в нюансах капитального ремонта, на который ранее выезжали, пожалуй, депутаты Октябрьского района, на объект, в объект, на который выезжали. И в ходе осмотра было следующее выявлено. Вместо ранее установленных 28 ребер радиаторов в подъезде после ремонта насчитывается 8. Причем батареи поставили при входе. Да. Я так понимаю, вот в этом тамбуре маленьком, да? То есть там, где они раньше не стояли. Срезанные радиаторы, со слов собственников, частично были вывезены подрядной организацией. Батарея не прокрашена, нанесен только слой грунтовки. Маленький диаметр труб теплоснабжения расположенных в подъезде. Собственники подписали отказ от допуска в жилые помещения после оценки качества проведенных работ. То есть они посмотрели. И сказали, нет, спасибо, нам не надо. Подрядная организация согласовывает изменения в проектную документацию после проведения работ. Внимание. Ну вот, честно говоря... Это конкретный объект на Карла Маркса 45. Да, это конкретный объект на Карла Маркса 45. По нему недавно на этой неделе было совещание в фонде капитального ремонта. Конечно, вопросов очень много. Я не скажу, что там проектная организация что-то неправильно сделала. Я не скажу, что там подрядная организация что-то очень вопиющее неправильно сделала. Потому что они выполняли работу в рамках проекта. Там основная проблема, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, как человека, который с фондом капитального ремонта уже 4 года, на сегодняшний день, это проблема банальная. В начале, в самом начале, когда только-только туда, можно сказать, зашел фонд капитального ремонта, когда туда зашел подрядчик от фонда капитального ремонта, это проектная организация, данный проект не был согласован с жильцами дома. То есть им никто не показал? Нет. Их просто не... Ну, как бы у нас по законодательству можно согласовать либо с управляющей компанией, либо с представителем, наделенным полномочиями дома, да? Ну, то есть это либо председатель совета дома, либо старший по дому. Согласовали с управляющей компанией. Да, это первый, основной первый акт, когда делали обследование по тепловой сети данного дома. Этот акт согласовали только с управляющей компанией. Куда смотрела управляющая компания? Ну, я рекламировать ее не буду, но это вопиющий факт, что на сегодняшний день вот такая ситуация. Если бы и согласовали быть с жильцами, я не думаю, что... Вот мы бы с вами обсуждали на сегодняшний день Каламарс-45, потому что там очень активные граждане, там очень активный председатель, можно так, совета дома, да? Там есть специалисты в доме живут, которые неплохо разбираются в строительной части, и они присутствовали тоже на этом мероприятии, да? Но в самом начале вот этот проект не был согласован с жильцами, не было там подписи, нет подписи просто в этом акте, в первом, в техническом, да? И от этого уже все началось. После того, как потом понятно, что этот акт сделали, пришла проектная организация, ну, это же проектная организация сделала проект, проект она сделала согласно всем стандартам, да? Там как бы это мы тоже вопросы разбирали, и там я не нашел в общем больших нарушений в этом проекте, да? Что там вопиющий такой проект, что все плохо, да? Да, батарею можно ставить между первой и входной, второй дверью, это тепловое отсечение получается, да, в данной ситуации. Но опять же надо было спросить людей. Проектная организация могла бы пройтись, найти старшего по дому и спросить, а надо ли им это, может быть, они предложили другие варианты. Но вот не прошли, не спросили. Но здесь проблема-то, я так понимаю, что батарею поставили только между подъездными дверями вот в этом тамбуре, судя по описанию, да? Да нет, там стоят батареи, нет, там есть остальные в местах батареи, просто там ситуация такая, что жильцы уверяют, что вот, например, там 6 звеней мало, нам надо 12, проектная организация говорит, так, у вас же в подъезде мы замеряли температуру, она у вас требует того норматива, который требуется, порядка 16 или 18 градусов, вот. Ну, и там дальше уже начинается перепалка в рамках данного мероприятия, да, вот, который проходил в фонде, там, кто у кого-то в доме замерзает, у кого-то не замерзает, кто-то допустил, кто-то не допустил, но это же такие технические моменты, как бы, рабочего характера, да? Ну, опять же, куда смотрел фонд? У нас фонд на сегодняшний день, он должен стоять впереди планеты всей, впереди защищать права граждан, да? Они должны были... В конце концов, это деньги граждан. И мы неоднократно фонду давали рекомендации и со стороны рабочей группы по проверке фонда капитального ремонта при общественной палате, когда она была, да, и в рамках попечительского совета, и в рамках общероссийского, чтобы фонд пытался заставлять, это не обязанность, но пытался заставлять подрядной организации согласовывать все свои работы, либо выходить на собрание жильцами дома, потому что всегда получаются нюансы, да? Также вот тут в этой же информации есть проблема, связанная с тем, что жильцы не допустили в квартиры. Ну, это опять особенность дома в данный момент, потому что у них там стояк по теплоснабжению проходит рядом со стояком холодной воды, ну, это старый дом, да, и также вместе с канализацией. Если менять одну трубу, то, по сути, они расковыряют все, что там есть, да? Ну, понятно, да. Полотенца с сушителем, который тоже там надо менять, он там у многих над ванной висит, это были такие проекты домов, да? И опять же, тут все расковыряют только ради одной трубы. Жильцы говорят, а можно нам сразу было все поменять? Ну, сразу же канализацию, сразу же холодную воду, и все. Логично, логично, потому что все вместе. Это дом действительно немолодой, это дом, я просто слушателям нашим скажу, Карла Маркса 45, это дом, где был магазин Алиса, вот мы его помним, да, в районе транспортного агентства, это перекресток Карла Маркса и Туда. То есть еще там полностью, это не жилые помещения, магазины, да, там со второй это жилые помещения, понимаете? Вот это все в комплексе, оно задается, сразу задаешь вопрос фонду, а вы куда смотрели? У вас штатных единиц 48 человек, да, там, конечно, каждый выполняет свою функцию, но всего 48 человек, и вы всегда просите каждый год, как попечительский совет, увеличивать штатные единицы, так как вам не хватает времени, там, ну, все перегружены по 150 процентов, там, нагрузка, там, все вот это. И когда ты видишь вот эти моменты, такие вот точечные, там, пусть это не на 100% вся программа, да, но точные моменты, когда просто надо было встать впереди жильцов, встать за права жильцов и посмотреть этот проект, а может сказать, собрать собрание, сказать жильцы, давайте подождем, давайте подождем, давайте там, вот, 2022 год у вас будет, да? Подкопим денежек. Да, подкопим денежек, у вас в 2022 году у них просто там замена холодной воды, вот этого водоснабжения, получается, давайте в 2022 мы вам и это, и это, и это поменяем, все в комплексе, и тогда все бы допустили свои квартиры, и тогда бы у всех бы все заменили бы в данной ситуации. Константин, сколько миллиардов лежит на счетах у капитального фонда капитального ремонта? На сегодняшний день у фонда лежит более 2 миллиардов рублей на сегодняшний момент. Не из расходованных денег. Не из расходованных денежных средств. И опять же, это вопрос к эффективности работы фонда капитального ремонта, к эффективности работы управления фонда капитального ремонта, потому что Михаил Кузьмин, он у нас, извините, не вчера пришел, он уже с момента учреждения фонда просто в разных должностях, но он работает там давно, и к нему сейчас очень много вопросов, вопросов появляется. Если человек там работает давно, он должен знать все проблемные точки за 4 года. Но не первый год они сталкиваются с тем, что жильцы их не впускают в квартиру. И он не первый год, он начинал, как говорится, он не первый год в управлении находятся фонды, просто на разных должностях. Вот все-таки, Константин, как вы думаете, не скорректированное законодательство по поводу работы фонда капитального ремонта и правил его работы. Или непрофессионализм, недостаточная компетентность, возможно, на сотрудниках. Или их действительно не хватает. Что тут во главе угла? Потому что про то, что нужно оценивать дом комплексно, и нельзя делать крышу, например, или делать фасад, когда течет крыша, мы говорим не в первый раз. Начнем даже с самого основного. Понятно, что была основная, первоочередная проблема была, это неправильно была составлена программа. Это неправильно были поданы сведения управляющих компаний, либо администрации районов. Когда это все начиналось, еще там, 13-12 год, когда эта информация запрашивалась. Потом сводим к тому, что непрофессионализм команды фонда капитального ремонта. Так как есть много вопросов, есть очень много моментов, но за 4 года можно было бы, уже можно набраться большого опыта, я считаю. Мы с вами не обсуждаем, это у нас на дворе сегодня не 15-й год, когда мы это обсуждали, когда они только входили, когда они только учились этому всему. На сегодняшний день основной костяк фонда капитального ремонта, он существует, потому что я могу это утверждать, потому что я 4 года уже с фондом, как говорится, рядышком нахожусь. И, конечно, я там не работаю, но в рамках Побещеринского совета. Вот. И можно, по крайней мере, уже более качественно подходить ко всей работе. Сейчас, да, сейчас фонд во все услышания заявляет, что они со следующего года будут подходить к комплексному подходу, к комплексной работе. Но до сих пор не предоставлен план этого комплексной работы, да. И до сих пор очень, вот, последний раз тут на этой неделе был Побещеринский совета, я задавал вопрос, а где же этот план-то все-таки? Мы к чему с вами? Когда мы увидим этот комплексный подход-то? Потому что говорят, да, мы делаем, делаем, делаем. Делают они уже с мая месяца, как это не соврать. А с мая месяца я не видел ни одной цифры еще. Какие дома комплексно будут делать? Когда их будут делать? Зачем их будут делать? А у нас на дворе это уже декабрь месяц, извините. А они не обязаны публиковать эту информацию в открытом доступе? Тут вопрос, обязаны, не обязаны. Там есть процедура, которую они должны будут согласовать и с жильцами дома таким же образом, да, потому что там же, понимаете, будут изменения всей программы. Это изменение всей программы. Это кого-то подвинуть, кого-то передвинуть, потому что деньги-то у нас кубушка-то, она больше-то не станет. Вот 2 миллиарда сейчас под ними находится. Ну, условно говоря, если мы сейчас в одном доме делаем те виды работ, которые запланированы на этот год, и еще через 6 лет, то какому-то дому, от какого-то дома нам деньги придется забрать. Конечно, 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 ну это же не может быть, они не разорвутся, не возьмут кредит, билеты в банки еще каким-то образом. И у нас получается вопрос, у нас сегодня, вот завтра уже там практически декабрь месяц, опять у нас процедуры отторгования, торгов пойдут там, у нас процедуры проектной организации надо торговать, потом надо работы начинать, да, и это опять затягивается. Мы с вами можем получить наш комплексный подход осенью, когда осенью подрядчики начнут заходить на эти дома и выполнять свои обязанности. Я не говорю, что это так 100% произойдет, но та ситуация, которая есть, и то команда в фонде, которая работает на сегодняшний момент, она может довести до этого. Это мое предположение, потому что мы, вот я считаю, что вот с мая месяца по сегодняшний день было очень много времени хоть примерно сверстать эту комплексную программу, которую мы еще, по крайней мере, не видим. У людей руки не дошли. Ну, не дошли, может и... Зачем работать тогда на этой работе? У нас есть вопрос от слушателей Сергея. Давай мы после перерыва. Хорошо. После рекламы. Продолжаем разговор с нашим гостем Константином Сичихиным, членом попечительского совета фонда капитального ремонта Кировской области. Продолжаем даже в перерыве. Можно я задам вопрос от слушателя Сергея, да? Немножко увязывается он с тем, на чем мы закончили. Сергей спрашивает, зачем в следующем году увеличивать тариф на капремонт, если большое количество денег и так не потрачено? Я с ним согласен, на все 150%. Если вы не можете реализовать те суммы, которые есть на сегодняшний день, так зачем тарифт совсем увеличивать-то? Его надо оставить в том уровне, в котором есть. Даже если что, понижать. Потому что вы и так не можете реализовать программу. Вот, например, у нас в этом году порядка 90 лифтов должны были поменять. Извините, если мы сейчас запросим официальную цифру в фонде капитального ремонта, так максимум 10 лифтов найдем, которые сданы, которые уже заменены. А так на дворе уже декабрь. А контракты, которые первый контракт был, торгован с высотой 43, так он уже закончился. Он еще 10-го, в начале октября закончился. Они там письмами его продлили до декабря месяца. Так они еще первый контракт по лифтам. Если люди живут в домах, они живут, и они видят, как на сегодняшний день там некоторые где-то висят таблички, что у вас фонд капитального ремонта должен был заменить лифт. Это мы были недавно на улице Герцена 65, вот тут недалеко от театральной площади. Так там лифт еще в июне месяце должны были в шести подъездах поменять. Герцена 65, это тот дом, который вот возле Арочки, да? Да, да. Через Октябрьский проспект. Я могу маленько в адресе, ошибся или ошибиться, но это большой дом, такая девятиэтажка, она прямо на перекрестке Герцена, и Денидяева здесь находится. Там порядка шесть подъездов, очень замечательный дом, очень красиво, чисто там, при том, что там управляющая компания не идеальная, но вот... Там жители сами. Жители, да, там жители, там совет дома, там председатель дома очень замечательный. И вот в этом доме должны были поменять шесть лифтов. До сих пор подрядная организация туда не зашла. А лифт менять, вот эти шесть лифтов, это надо как минимум три бригады, и как минимум месяц. Так мы, извините, мы с вами опять уходим. В какие месяца-то? Если вы не можете, вот сейчас, я почему это говорю? То есть они не могут даже вот это реализовать, вот это выполнить, да? О каком повышении тарифа мы с вами можем говорить? Не надо ничего повышать. Но отыграть обратно ведь это невозможно теперь уже. Погодите, законодательное собрание, постановление правительства области, да? И все, что в этом, это все дает право отыгрывать назад на сегодняшний момент. Это все принимается на уровне региона. И повышение тарифа, и понижение тарифа, и как это все будет. Все в руках депутатов, законодательного собрания. Да, потому что люди ведь не зря задают вопросы. Нам каждый год повышают тарифы. В следующем году, в 2019 году, тарифы будут значительно выше. И в связи с тем, капремонт, здесь просто слеза, как говорится, в море слез, потому что тариф на мусор не надо забывать. Потом концессия, которая придет, тоже с тарифом, который будет повышен. На отопление. Да везде, на все, на все. И я бы посоветовал бы... Люди спрашивают, а где результат? А где планы чистые и понятные? Если нет результата, так зачем повышать тариф? Если нет результата эффективности работы, если нет результата выполнения тех заявленных планов, да, так зачем повышать тариф-то? Ради кого? Ради банка, в котором эти деньги находятся, да? Либо ради кого еще-то данная ситуация? Ради увеличения кубышки, то, которое в фонде находится? Я не вижу в этом смысл на сегодняшний момент повышать тариф. И если депутаты меня услышат, то будьте любезны. Вот, кстати говоря, этот вопрос совершенно никогда никем не обсуждался, не раскрывался. И мы тут тоже не задавали этот вопрос. Он у меня сейчас просто в голове возник. Он, по-моему, абсолютно оправданный. Вот 2 миллиарда рублей, которые лежат в банке. Они не просто лежат, они там немножко работают. Они работают, а немножко работают. Проценты копятся. Честно, не скажу. Цифра в цифру. Ну, там порядка, может быть, я могу ошибаться, я не видел этот договор. Там порядка 500 процентов что-то в год на эту цифру накапливается, да? Спасибо там федеральному законодательству. В свое время, год 15-16, там был принят федеральный закон, изменение в законе, когда эти проценты, они просто накладывались на эту сумму. В 2014 году фонд имел право этими процентами пользоваться на свое усмотрение, на свои нужды тратить. И они радостные. Чем больше лежит, тем больше процентов, 5 процентов даже, посчитайте, от 2 миллиардов. Они могли этим пользоваться. Потом, наконец-то, депутаты Государственной Думы подумали и внесли изменения в законодательство, что фонд не имеет права пользоваться этими деньгами, этими процентами. Сейчас это просто как система накопления получается. То есть эти проценты фонд теперь на свое усмотрение использовать не может, а может использовать только на капитальный ремонт. Конечно, только на капитальный ремонт и только в рамках общей программы. Это, как бы, конечно, это плюс, так как, ну, чем больше денег, тем больше начисление процента, соотношение суммы, да, там, эти же, там, 100 миллионов, 50 миллионов это можно потратить. Но когда у нас идет неэффективность такая жесткая по программе, так о чем, ну, как бы, здесь надо сопоставлять, у кого мы спонсируем, при том, что у нас и уровень инфляции идет немаленький, да, и в данной ситуации, и проекты, и все дорожает, и сметы дорожают. Так эти деньги-то, они тоже, я думаю, что эти 5 процентов, они съедяются и уровнем инфляции, и увеличение стоимости. Они не работают. Они практически не. Они должны работать. Да, они должны работать. Деньги должны работать на нас, в наших домах, а не в банке. Конечно. Когда мы платим, деньги должны работать на нас, а не на кого-то именно, да. И это наша точка зрения, и это моя точка зрения на сегодняшний день не в рамках даже фонда капитальной огромной, а в рамках всех концессий, которые у нас в ближайшее время будут, да, и в рамках совсем, если есть тариф, в рамках мусора, например, что те деньги, которые мы будем платить, они должны работать на нас, а не на тех людей, которые, например, увеличат свою капитализацию за счет увеличения закупки материалов, закупки техники еще каким-то образом. Получают контракты. Почему? Мы кого-то должны спонсировать, когда мы платим не своего тарифа, и эти деньги должны работать до нас, чтобы улучшать нашу среду обитания, нашу жизнь, двор, улицу еще каким-то образом, квартиру, чтобы мы жили в теплых квартирах. Они просто там мучились, как вот люди в 45-м доме мучаются на сегодняшний день, что у них либо там соседка замерзает, либо затопило там одну соседку на верхнем этаже, когда подрядчик выполнял работу, и там где-то трубу прорвало, и две квартиры сразу затопило. Да, они, конечно, готовы возместить. Почему? Почему это все происходит? Время-то никто не возместит. Время потраченное на уборку и на ремонт. Вот, и мы с вами наблюдаем вот ту картину, которая происходит. Почему так? Вопрос к власти. Да, сначала собирают деньги, а потом говорят, что еще законодательство у нас до ума не доведено, еще схема не так проработана, надо посмотреть, как все будет работать, а тариф все равно повышается, каждый год повышается и повышается. Если брать по фонду, по фонду на сегодняшний день законодательство очень хорошо проработано, я не скажу, что там очень много проблем, те, которые были в 14-м году. Просто бери и работай с ним, да? Просто бери и работай, проводи максимальную просветительскую работу с гражданами, объясняй им, потому что забывается. Что бы фонд ни говорил, это надо делать постоянно, 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 только по той причине, что люди забывают, люди не знают, меняются председатели, жизнь течет постоянно, и постоянно надо напоминать о себе. И фонду на это выделяются денежные средства. И, извините, почему не проводят, тоже опять вопрос. Вот кроме просветительской работы, еще все-таки есть большой вопрос с подрядчиками. Вопрос с подрядчиками у нас стоит абсолютно во всех сферах, и вам это точно известно и по ситуации с дорогами, и по строительству, и по ремонту, и по содержанию. И здесь, в капремонте, мы видим то же самое, да, что подрядчики, хотя вы их так как-то и выгораживаете, говорите, они же выполняют там техзадания, но вот я не понимаю, почему подрядчики могут там выполнять техзадания, которые плохо сверстаны, например, как это было по дороге. Потому что они отклоняться не имеют права. Я не скажу, что я их выгораживаю, я не выгоражу никогда подрядные организации, если они косячат. На данный момент, если изучаю дом 45-й, да, там есть проблемы и подрядные организации, там то, что прорвало, то, что затопило, то, что там некачественно сделано, вопросов нету. Как бы это виновата подрядная организация. Но с подрядными организациями и со всем высотой сферой нужно работать. У нас есть дефицит подрядных организаций по работе с фондом капремонта? Да, дефицита по цифрам нету. По качеству выполнения работ есть этот дефицит. По уровню квалификации. По уровню квалификации, да, есть эта проблема, да, и мы это наблюдаем на сегодняшний день, даже если взять лифты. Та программа, которая не выполняется, та, которая была заложена на этот год, она просто будет не выполнена. 90 лифтов, да? Ну, там побольше где-то, но суть не в этом, суть в том, что на сегодняшний момент остался месяц, а программа даже на 50% не сделана, да. Нам говорили, что в стране лифтов не хватает. А у нас высота 43 вятских полянах. Мне все равно не хватает, говорят. Нет, у нас есть организация, которая производит лифты в рам вятских полянах, да, я не знаю, хватает у них, не хватает. Но если вы, ребята, заходите на контракт, выигрываете контракт, то не надо жаловаться. Хватает, будьте любезны, сделать и вовремя, и в срок, как это полагается. И, на мой взгляд, с лифтами у нас все замечательно. В регионе, не только в регионе, и во всей стране, да, заводы успешно работают. И это не раз там собиралось и на федеральных площадках, когда эти вопросы задавались. Просто у нас на сегодняшний день очень плохая проблема у фонда, опять же с фондом, если мы фонд обсуждаем, да. Но я им предложил недавно провести День открытых дверей с подрядными организациями. Не какие-то закрытые совещания в правительстве области, там, при Министерстве ЖКХ энергетики, да, когда там все сидят и в лицо тебе смотрят, а может, кого-то своих позвали. А именно День открытых дверей, когда предложил площадку, давайте площадка, общественная палата, не знаю, там, УНФ, еще где-то, что мы проведем, мы позовем, мы позовем подряд тот список из того списка подрядных организаций, и вы придете. И будем глаза в глаза. Проблемы, решения проблем, я думаю, они с удовольствием придут только не в здание правительства, а на другую, на третью. Там ВТПП есть на сегодняшний день, можем там провести День открытых дверей, позовет подрядные организации. И обсудить, потому что я вот знаю на сегодняшний момент, помните, когда там в 14-м году Союз строителей выходил, с просьбой работать с фондом, там прорабатывалась целая программа, но почему-то на сегодняшний день Союз строителей молчит, потому что те подрядные организации, которые поработали с фондом, которые активные были, они обожглись, очень жестко обожглись, да, и они сейчас не выходят уже навстречу, потому что с фондом очень сложно работать стало, пусть даже там и отбор, да, и охота услышать как бы плюсы-минусы, в чем проблема, как их решать. Вот это предложение на сегодняшний день фонду мной высказано, когда оно будет рассмотрено, узнаем. Да, ну вот здесь давайте поставим точку в нашем сегодняшнем развороте со слушателями. В гостях у нас был Константин Сичихин, член попечительского совета фонда капитального ремонта Кировской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта, и как мы теперь понимаем, ну хотя нельзя, наверное, до утверждения состава рабочей группы по контролю за ремонтом. Но группа точно будет. Да, Константин Сичихин, спасибо за участие. Анна Лапшина и Светлана Занько, мы прощаемся с вами. До свидания. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова